В Курганской области Росгвардия проверяет владельцев оружия во время сезонной охоты. Рейды проведены в охоту годьях районов. Проверено более 60 владельцев гражданского оружия. По выявленным нарушениям составлены административные материалы. За несоблюдение правил хранения изъята одна единица охотничьего оружия. Житель Кургана за два дня перевел мошенникам полтора миллиона рублей кредитных денег. Мужчина понял, что его обманули только через несколько дней. После этого он обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело. Курганский предприниматель продал крупную партию некачественной арматуры. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Мужчина незаконно обогатился на 12,5 миллионов рублей. Сейчас подозреваемый задержан. Ведется следствие. Житель Кургана напал на сотрудника полиции в ночном клубе. Мужчина применил физическую силу. В ходе следствия он признал свою вину. Сейчас за уральцу грозит штраф, принудительные работы на срок до 5 лет или арест на срок до 6 месяцев. Пьяный житель Шумихи избил свою пожилую мать. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью. 95-летняя женщина скончалась в больнице. Обвиняемого заключили под стражу. Дело рассмотрит суд. Минсельхоз предложил меры по стабилизации цен на мясо. Обнулить импортные пошлины на замороженную говядину и свинину. В рамках квоты в 200 тысяч тонн для каждого вида. Ведомство направило это предложение в Минэкономразвитие. Такая мера позволит замедлить рост цен на мясо. В Кургане сломали новые колонки с подогревом. Неизвестные вырвали кнопки вместе с проводами. С актами вандализма водный союз сталкивается уже не в первый раз. В ближайшее время будет произведен ремонт подогреваемых колонок. В России начали выдавать новые сертификаты о вакцинации от коронавируса. Документ будет доступен на русском и английском языках, а также в электронном и бумажном виде. Сертификат формируется автоматически не позднее, чем через 3 дня после завершения вакцинации. Житель Кургана рассчитался с долгами после ареста автомобиля. Мужчина накопил 1,5 млн. рублей задолженности по налогам и страховым взносам. Заставить должника платить смог только арест имущества. В Китовском районе задержали двух наркозбытчиков. Ранее судимый мужчина и женщина пытались сбыть 4 грамма мефедрона. Задержанным грозит до 15 лет лишения свободы. Зауральцев просят не выходить на тонкий лед. МЧС напоминает, что недостаточно плотный лед на леках и озерах региона смертельно опасен. В группе риска находятся охотники, рыбаки-любители, водители и дети. Безопасность считают толщину льда 5 см. Она образуется при суточной температуре минус 15 градусов.